Целых 95 лет исполнилось Расторгуевской библиотеки. За долгие годы ее читателями, или точнее сказать, друзьями, стали тысячи человек. Для многих, кто пришел сюда однажды, это уютное место, где можно не только подружиться с книгой, но и найти интересных собеседников, увлекательные занятия. Сюда приходишь, ну, приятно здесь находиться. Приятно. И общение хорошее, и люди хорошие. Моя вся семья приходит сюда, и муж мой, и внуки. Семейная атмосфера позволяет помнить каждого читателя по имени, уделить всем максимум внимания. Сейчас гостям предлагается более 27 тысяч книг, и фонд регулярно пополняется. Так, в прошлом году на полках появилось почти 700 новых изданий. Впрочем, тут можно не только почитать. Мы еще стараемся привлекать наших читателей различными мастер-классами. У нас в выставке постоянно организуются наших читателей. Мы не только людей записываем в библиотеку, но мы еще их и спрашиваем, а что вы умеете? А чем вы хотите заинтересоваться? А что бы вы хотели кроме книги у нас узнать, получить? Вера Пинто ходит в Расторговскую библиотеку всю жизнь. Здесь сработала подруга мамы, и уже с пяти лет она стала тут частой гостьей. Именно с этими стенами и связаны одни из самых ярких воспоминаний ее детства. Там всегда ждали прекрасные новые сказки, новые книжки. И милый, добрый голос тети Нины меня встречал. Верунчик, для тебя есть новая книжка. И я отдавала, с сожалению, Буратино, так вот на прилавок, двумя руками ее поднимая. А взамен мне тетя Нина выдавала незнайку. И это был огромный праздник. На неделю мне как раз хватало. Читатели, а сейчас это более полутора тысяч человек, те, ради кого и существуют библиотекой. Что особенно приятно, почти половина – дети. София Прокофьева регулярно бывает здесь. Особенно девочка любит мастер-классы. Я ее помню еще очень-очень с ранних лет. Мне нравится тут делать поделки. Тут всегда что-то оригинальное. Мне тут очень нравится. Минувший год из-за пандемии стал испытанием для Расторговской библиотеки, но жизнь по-прежнему кипит. За это время было проведено более 300 мероприятий оффлайн и 200 онлайн. Освоили новые мероприятия онлайн, выкладывали свои видеопрезентации у нашей библиотеки, просили детей, чтобы они свои стихи выкладывали, как они читают, чем они занимаются. И останавливаться на этом сотрудники учреждения не собираются, ведь только идя в ногу со временем можно сделать посещение библиотеки увлекательным и интересным занятием. Екатерина Коваленко, Александр Логинов, Елена Кошелева. Видное ТВ. Субтитры создавал DimaTorzok